Давайте подробнее разберем все этапы работы со стримом. Первый этап это порождение стрима. Откуда можно получить стрим? Ну, во-первых, его можно получить из любой коллекции при помощи метода стрим. Или стрим можно получить из Buffer Retreader при помощи метода lines, который вернет поток строчек, строк, из данного потока символов. Или можно получить стрим из директории на диске при помощи методов list и voc. Первый из них вернет содержимое директории на один уровень, а второй рекурсивно обойдет и под директорией тоже. Вот это как раз примеры тех стримов, которые нужно закрывать и удобно использовать их в блоке trice-ресурсами. И еще один пример стрима можно получить из строчки при помощи вызова метода chars. Этот стрим будет содержать символы строки. Но поскольку отдельного chars-стрима в стандартной библиотеке нету, то мы получим int-стрим. Стримы можно порождать динамически. Например, генерировать при помощи некоторого сэпплайера, поставщика. Сэпплайер — это интерфейс с единственным методом get, и этот метод get должен последовательно один за другим возвращать элементы последовательности. Стрим также можно получить итерированием какой-то функции. Такой пример мы с вами уже рассмотрели. Если речь идет о целых числах, то можно получить диапазон чисел в виде стрима. Тут есть два метода. Есть метод range и range closed. Первый из них возвращает стрим, состоящий из элементов от начала диапазона до конца диапазона невключительно, а второй возвращает элементы от начала диапазона до конца диапазона включительно. Стрим можно получить конкатенацией двух других стримов. Или взять пустой стрим. Или получить стрим из массива. Или, что уже совсем даже неинтересно, просто взять и перечислить все элементы стрима явно. В общем, способов получить стрим, есть вагон и маленькая тележка. И этот список даже не был исчерпывающим. Продолжение следует...